Можно вечно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как фотолюбители спорят про эквивалентное фокусное расстояние. Так исторически сложилось, что самым распространенным фотоносителем стала пленка формата 135. В руках у меня сейчас именно коробочка из-под такой пленки. Ее физическая ширина составляет 35 мм. Отсюда и название. 35 мм пленка. 35 мм это ширина с перфорацией. В основном такая пленка находится в кассетах типа 135. Собственно само имя 135 состоит из числа 35, которые отвечают за ширину пленки с перфорацией и единичку, которую добавили для соблюдения стандартов. Физические размеры кадра при этом составляют 36 на 24 мм. Точно такие физические размеры имеют сенсоры у полнокадровых камер. На самом деле современные полнокадровые камеры относятся к малоформатной фотографии. Тип пленки 135 либо размер сенсора у цифровых камер 36 на 24 мм относятся к малому формату или его еще называют узким форматом. Под данный размер кадра было выпущено и выпускается огромное количество разнообразных объективов. Одним из ключевых физических свойств того или иного объектива является значение фокусного расстояния. В первую очередь для фотографа фокусное расстояние дает понимание про угол обзора. Любой опытный фотограф чудесно себе представляет, какой угол обзора дает то или иное фокусное расстояние. Но это больше интуитивное знание, нежели реальные цифры по углам обзора. У прямоугольного кадра имеется аж три угла обзора по вертикали, горизонтали и по диагонали кадра. Вычисляются они по достаточно сложным и не интуитивно понятным формулам. В итоге фотографы используют только значение фокусного расстояния для определения угла обзора. А еще фотографии фокусное расстояние напрямую связано с другими оптическими показателями, такими как относительные отверстия, либо размер входного зрачка. Это еще одна причина, почему фотографы не используют углы обзора. Чтобы привести все к единому стандарту, вводится понятие FR, то есть эквивалентное фокусное расстояние, которое позволяет для любого размера сенсора и для любого объектива узнавать эквивалентное фокусное расстояние по углу обзора. Это очень удобно и практично. FR показывает, какое фокусное расстояние нужно использовать на камерах с размером кадра 36 на 24 мм, чтобы получить такой же угол обзора, как у используемого объектива. В западной литературе чаще используют термин 35-мм эквивалент, то есть это эквивалент объектива с фокусным расстоянием для стандартной 35-мм пленки. В сети так часто спорят про FR и FR, что я уже давно составил три надежных и железобетонных правила для того, чтобы ориентироваться в FR и FR. Первое правило очень простое. Это то, что FR, эквивалентное фокусное расстояние, всегда привязано к размеру кадра 36 на 24 мм. Это определенный стандарт, под который все подгоняется. Второе правило еще проще. На каждом объективе всегда указывается реальное физическое фокусное расстояние объектива. И третье правило также очень простое. Пересчет FR выполняется всегда и для всех объективов, без каких-либо вариантов. Для нахождения FR нужно умножить фокусное расстояние объектива, которое указано на самом объективе, на кроп-фактор камеры. Есть, конечно, небольшая хитрость, что для полнокадровых камер с размером сенсора 36 на 24 мм, кроп-фактор составляет единица, и значение фокусного расстояния и эквивалентного фокусного расстояния одинаково. Но все же я рекомендую использовать правило именно в таком варианте, потому что оно помогает узнать FR при использовании среднеформатных объективов на полном кадре и на кропнутых камерах. Специальные маркировки на некоторых объективах только показывают, для какого размера кадра разработан тот или иной объектив и может ли он нормально работать с тем или иным размером сенсора. Но фокусное расстояние все же указывается реально физическое. Все согласно второму правилу. Для некоторых фотоаппаратов указывается одновременно и физическое фокусное расстояние, и эквивалентное фокусное расстояние, что очень-очень удобно. Но в своем абсолютном и подавляющем большинстве на объективе обычно можно встретить только одно значение. К сожалению, чтобы узнать FR, нужно знать кроп-фактор своей камеры. Но обычно его достаточно один раз найти в инструкции, либо в сети интернет и просто запомнить. В данном ролике я не буду приводить примеры подсчета FR, чтобы не усложнять и не запутывать. Но вы можете спросить меня в комментариях, и я постараюсь ответить. Также в описании к данному ролику есть ссылка, по которой вы можете найти большое количество разнообразных примеров подсчета FR для разных размеров сенсора. Ну а сегодня с вами был Аркадий Шаповал. Всем пока и до новых встреч!